Год 2020-й получается, прямо скажем, не очень. Сами понимаете. Лето выдалось какое-то тревожно, неопределенно. Кругом на нашем голубом шарике всякие неприятно-сомнительные события. Я очень хорошо понимаю великого русского поэта Александра Александровича Блока, который говорил насчет революции и прочего, «Мне хочется спать, когда события». Меня тоже этим летом 2020-го все время неуклонно тянуло спать. Хотя, конечно, я далеко не блог. Кругом все полоумно висят в своих смартфонах. Тревожно шарят по интернету этому, извините, очку глобализма, виртуозно мерцая бледными пальчиками, как Святослав Рихтер с Денисом Мацуевым вместе взятые. Раньше были в почете космонавты и космонавтика. Теперь инфонавты и инфонавтика – все летают по информационной вселенной. Каждый в своем персональном телефоне. Я в телефонах не сижу. У меня от них духовная отрыжка. Я дремлю под какие-нибудь хорошие песенки, например, на детском радио. И вот как-то этим летом дремлю на даче под песенку «Ежик резиновый шел и насвистывал дырочкой в правом боку». Симпатичный такой ежик – дырочкой свистит. У меня аналогичный ежик был в детстве. Одна из любимых резиновых игрушек советской эпохи. Розовый почему-то с зелеными глазками. И с синим носом звали Паша. Супруги Никитины отпели про Пашу. Запищала Наташа Королева про маленькую страну. Хорошо. Вот бы мне туда, где всегда весна. Это Таити, наверное. И когда после песни про Таити запела Рина Зеленая, Тортила, о том, что триста лет тому назад она была, как Буратино, на веранду вбежала жена. Там, там, Господи, опять событие, подумал я и сказал, что там. Пошли. И мы пошли. Хотите, верьте, хотите, нет. Но около крыльца обнаружился ежик, юный, как Буратино. Симпатичный, как все на свете ежики. Вообще все ежики фатально симпатичны. Но у этого явно было что-то не так. Он ранен, воскликнула жена, и глаза ее подернулись вселенской скорбью, пронзительной болью за всех на свете ежей, собак, кошек и выхухоли. И я не иронизирую. Где ранен, спросил я. Вот, смотри. Я посмотрел, в боку, в правом, клянусь, у него была дырочка. Розовая. Это собаки, сказала жена. Заживет. Это Рекс, он всех дерет. Заживет. Нет, решительно сказала жена и стала набирать что-то в своем инфо-очке. Само точно не заживет. Куда ты звонишь? В ветеринарку, не мешай. Да заживет же, продолжал долдонить я. Не мешай. Алло, алло, да. Скажите, пожалуйста, у вас есть кто-нибудь, кто умеет правильно штопать ежиков? Что? Я говорю, ежей штопать. А? Ну да, зашивать. Что значит, приезжайте, посмотрим? Мне нужно срочно заштопать ежика. Ну да, зашить. Ветеринар Попадайло. Агафон Петрович, он сейчас на дежурстве. Отлично. Мы с ежиком едем к Попадайло. Ну ты и айболит, пробурчал я. Ты скоро начнешь раненых мух с комарами в ветеринарку возить. У него и так все заживет. Как на собаке. Или как на мне. Дай ему пожрать. Увидишь, какой он раненый. Во-первых, еж не муха. Во-вторых, принеси куриное крылышко. В-третьих, раненые тоже едят. Им это нужно для поддержания подорванных сил. Я принес крылышко. Безнадежно раненый ежик жадно сожрал крылышко минуты за полторы. Чавкая мясом и хрустя костями не хуже карабаса. Бедный. Он так и сголодался. Всклипнула жена одними ресницами. Как это они умеют? Пришел восьмилетний сын с вечным Майнкрафтом в планшете. Чего это вы тут? Смотри, раненый ежик, ответила жена. Курицу только что сожрал. Ноябедничал я, как булгаковский кот-бегемот. Сын склонился над ежиком. Бедный. У него сквозь рану видно весь организм. Мальчики идут в маму. Безнадежно подумал я. Жена издала затяжный схлип, и две огромных скорбных жемчужины скатились из ее прекрасных голубых, как безотказно щедрое русское небо, глаз. Жена села в такси и уехала в ветеринарку. Через два часа она вернулась с заштопанным, то есть зашитым ежиком. Заштопали десять дней уколов. Потом едем снимать швы, и еж здоров, сияла жена. Я с тревогой посмотрел в небо, голубое, как в песне Кота Базилио и Лисы Алисы. Всего-то три тысячи, с фальшиво виноватым кокетством, сказала жена. Ведь наложили же. Что такое три тысячи по сравнению с жизнью живого существа? А снять? Столько же. Плюс такси четыре раза. Говорила тебе, учись водить. А что, железный аргумент. Не научился, при моих минус много, в смысле зрения. Но это не считается. Возить штопать подкидных дырявых ежей за бабки. Ежа посадили в коробку из-под пылесоса. Насыпали ему туда травы, поставили мисочку молока, положили яблоко. Почему-то ежи в литературе, кинематографе и мультипликации всегда сопровождаются яблоками. Хотя наш штопанный питомец к яблоку так и не притронулся. Мы положили ему еще одно крылышко, которое представитель семейства ежовых сожрал меньше, чем за минуту. Жена и сын ушли в свою инфонавтику. Через пару минут жена воскликнула. Нет. Что нет? Он стухнет в коробке. Как это стухнет? Ежу нужна почва. Тоже мне почвенник Достоевский. У нас есть кирпичи? Проигнорировала жена мое вялое сопротивление. Засараем. Мужчины, идем строить дом для ежа. Ура! Закричал сын. Кстати, как мы его назовем? Спросила жена. Паша. Быстро ответил я. Отлично. Павел это красиво. В переводе с латинского малыш. Маленький. Жемчужина из Жениного левого глаза. Мальчик мой. А если он на самом деле она... Это не принципиально в современном мире. Он, она... Какая разница? Ничего себе! А поправки к Конституции? Традиционные ценности? И так далее. Будет Павлой. Потом мы через день коллективно пытались определить, Павел он или Павла. И не определили, как булгаковский персонаж Степа Лиходеев, который не определил, в брюках он или нет. Мы с сыном Крехтяна таскали кирпичей и соорудили нечто вроде замка метр на метр. Сын даже надстроил дополнительные башенки, как на всех дачах новых русских. Красиво! Высота где-то полметра, чтобы Павел не перелез через стенку. Ёж, несмотря на наложенные швы, стал молнией метаться по замку. Потом ему дали еще одно крылышко. Он его жадно сожрал и успокоился. «Три раза в день у Павла должна быть прогулка», отчеканила жена. «Сопровождать его будем по очереди». Не знаю, как сейчас, а во времена моей счастливой юности было такое выражение «ёжика в посте», что значит «балду пинать», в смысле «бездельничать». Был у меня приятель Сашка Слизняков. Человек до того ленивый, что ему было лень есть и спать. Помню совсем пикантный случай. Сашка ленился делать все, даже ковырять носу. Однажды он не ковырял в носу несколько дней. Потом почувствовал, что в носу у него нечто вроде колючей проволоки и дышать затруднительно. Сашка запустил палец в нос и обрезался. Потом ходил, вернее, лежал с пластырем на указательном пальце. Все это чистая правда. Так вот, позвонишь, бывало, Сашке. Что делаешь? «Ёжика в пасу, а ты, я тоже. Пойдем пасти вместе. На Байконур куда же еще? У меня три рубля есть. Пошли, банку не забудь». И мы шли с банками пасти ежиков на Байконур. Это было наше устойчивое выражение. Байконур пивная. Там ставишь банку, нажимаешь кнопку пуск и льется пиво. Пиво пить Сашка не ленился. Одним словом, мы летом 2020 года по очереди жена, сын и я пасли ежика Павла. Три раза в день. Раз в день укол. В ежину ляжку. Я в перчатках держу Павла. Жена колет. Сын руководит. После укола компенсация в виде крылышка или ножки. На четвертый день смотрю, ежик Павел делает подкоп в углу. Гляди, говорю, копает бандит. Копает мальчик мой дорогой, отвечает растроганная жена или девочка. Свободу любит. Как Монте-Кристо, говорю. Там Тес, который Эдмон. Эдмон это, кстати, то ли счастливый, то ли богатый. Забыл. Из староанглийского или как там его. Пропасли мы нашего маленького счастливого ежика Эдмона Павла. В очередной раз сделали ему укол в серую ляжку. Компенсировали это курятины. Пошли и сами обедать. Тоже, заметьте, курятины. После обеда прилегли отдохнуть. Я задремал. Привиделись мне замок Иф-Аббат-Фаря, что-то щемящее из детства, когда жадно читал Дюма. Велосипед Орленок, девочка Даша из соседнего подъезда, черный хлеб из школьной столовки, посыпанной солью и намазанной чесноком. Йодная сеточка на локте. Вдруг крик сына. Мама, папа, ежик сдрызнул. Прибегаем к ежиному замку Иф. Глядим аккуратный подкоп под кирпичами. И нет Павла Эдмона. Жена, конечно, вся насквозь влажная от слез. Обыскали участок, каждый уголок. Нету ежика. Жена. Мы не сняли с него швы. Сами снимутся. А уколы? Я промолчал. Для собственной безопасности. И сохранения столь хрупкой и счастливой семейной жизни. Неуместно подумал. Колоть ежика – это, в общем-то, семантическая тавтология. Филологи неисправимы. Через пару дней жена успокоилась. Павел, конечно, к нам так и не вернулся. Думаю, уж вы снились у него как-нибудь сами собой. Уверен, что наш Павел счастлив. И еще уверен, что однажды, через много лет, если, конечно, все мы будем живы, когда меня спросят, чем мне запомнился 2020 год, я вспомню не о событиях якобы планетарного масштаба, а о маленьком счастливом ежике Монте-Кристо с дырочкой в правом боку. Потому что в этом нашем странном мире все держится, извините за философию, не на событиях, а на том, что добрые люди все еще штопают раненых ежиков. 11 октября 2020 год – это новый рассказ от Владимира Елистратова. Рассказ опубликован в общероссийской газете «Моя семья» в номере 40, в октябрьском номере 2020 года. Владимир Елистратов – доктор культурологии, профессор Московского государственного университета, автор фундаментальных словарей, научных статей и монографий, поэт, критик, публицист, переводчик, детский писатель, профессиональный путешественник, объездивший несколько десятков стран, а главное – писатель-юморист, автор примерно 200 рассказов и эссе. С 2005 года Владимир Елистратов регулярно печатается в газете «Моя семья» живет в Москве. Мною озвучено на данный момент 62 рассказа Владимира Елистратова. Плейлист, ссылка на плейлист дана. И также я отдам эту ссылку в описании под этим видео. На этом все. Хорошего вам настроения. Канал «Веб-рассказ». Юрий Шатохин, Новосибирск. До свидания.